И теперь перед тобой вместо девочки... Господи, Алена, ё-моё, чё так всё сложно? Привет, ребят, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Совсем скоро выходит новый альбом Алена Швец, и недавно она выпустила песню как раз этого альбома, называется «Молодая красивая дрянь». Поэтому сегодня мы выучим эту песню, тем более вы очень много писали в комментариях разобрать её, как я и не разберу песни Алены Швец. В голове непостижимо, поэтому сегодня мы научимся играть эту песню, но перед началом этого ролика я напоминаю, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, и ты можешь помочь мне достичь эту цель, всё очень просто. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться! И вот так вот она у тебя будет выглядеть. Молодая красивая дрянь, я разрушу всю твою жизнь, я бью твою девушку так, что просто подальше держись. Молодая красивая дрянь, я заставлю тебя танцевать, даже если не хочешь включаться, звёзды кому-то бесполезно бежать. Не выпрыгивай в окно, если хочешь пострадать, месть настигнет всё равно и не даст поцеловать. Я сжимала в кулаке, сердце жалкое твоё, может нет во мне души, но зато есть алкоголь. Алкоголь, 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 с алкоголь. Так, пейте, это очень вредно, это чисто в песне, пожалуйста, не пейте, спасибо. Разбор на укулеле. Скажу сразу, не переживай, хоть в этой песне не нужен каподастер, я тебе дам несколько вариантов, как ты можешь играть без каподастера, и будет звучать то же самое. Ну а для начала мы, конечно же, начнём с аккордов. Первый аккорд, который нам понадобится, аккорд АМ. Мы зажимаем четвёртую струну на втором аду. Далее у нас идёт аккорд С, мы зажимаем первую струну на третьем аду. Третий аккорд, аккорд Фа, мы зажимаем вторую струну на первом аду, а четвёртую струну на втором. И последний аккорд, мы к этой конструкции добавляем третью струну на втором аду. Получается АМ, С, ФА, ДМ. То есть вот эти аккорды будут на протяжении всей песни. Чтобы звучало прям оригинал-оригинальный, нам понадобится каподастер, который мы поставим на третий лад. И будем считать, что это у нас нулевой лад. И считаем от него раз, два, три, четыре и так далее лады. И получается АМ, С, ФА, ДМ. Но это будет оригинал-оригинальный. Если вам удобно петь без каподастера, да, чтобы звучало... Ну, конечно, это будет низковато, но может кому-то удобно петь так. Также есть вариант, подходит оригинальная тональность, и у вас нет каподастера. То вы можете взять любой карандаш, резинку для волос, это всё так намотать. Лучше купить наконец-таки каподастер. Если и этот вариант вас не устраивает, потому что вы сидите где-то посреди леса, то вы можете взять следующую связку аккордов, которые точно так же звучат по оригинальной тональности. Первый аккорд-аккорд у нас будет СМ. Мы зажимаем третью, вторую и первую струну на третьем ладу, то есть вот таким вот в неполном барре. Далее у нас с вами идёт аккорд Д, диет, или по-другому Е, бемоль. Какие сложные названия, но лёгкие в исполнении. Мы зажимаем первую струну на первом ладу, а третью и вторую на третьем ладу. То есть вот такой вот фигакс. Третий аккорд, аккорд G-диез. Мы как бы зажимаем первую и третью струну на третьем ладу, а вторую струну на четвёртом ладу. Единственное, тут надо играть четвёртую вот эту вот струну, поэтому вы можете её как бы чуть-чуть заглушить большим пальцем, чтобы было глушение. Или просто не задевать четвёртую струну и играть нижние три. То есть по-другому у нас был G. Мы переместили эту конструкцию на лад вперёд. Получилось G-диез. И последний аккорд F-M. Мы зажимаем четвёртую и вторую струну на первом ладу, а первую струну на третьем. То есть вот такой вот у нас красивый аккорд. Может через мизинец, может через безымянный, но лучше, наверное, через мизинец. Всё вместе. C-M, D-диез, G-диез и F-M. Вот, это прям будет аккорды тоже оригинальной тональности выбирать. Или вам играть с каподастром, или играть без каподастром, но вот в таком вот варианте, да. Как дрова звучит укулеле, но нам пойдёт. Это что касаемо аккордов. Теперь что касаемо правой руки, что в ней играет, там, куплет, а припев и все дела. Да, кстати, припев и куплет мы будем играть разными вариантами, чтобы у нас было какое-то разнообразие по песне. Я буду показывать, что через каподастр, будет просто мне так удобнее. А куплет мы будем играть следующим вариантом. Вниз, заглушка, и так три раза на каждый аккорд. То есть вниз, заглушка, вниз, заглушка, вниз, заглушка. Но при этом мы делаем не прям полноценный удар, да. А тут нужно его немножко подсократить, чтобы... Да, можно очень легко играть, если у вас открытая ладонь, вы играете указателем. То есть вы как бы ударили удар вниз, сделали этот удар, и далеко не отходя от кассы, положили ладонь на струны, тем самым заглушив. Кому так удобно. Кому сложно вообще, в принципе, играть одновременно ещё заглушку, то можете делать тупо три удара вниз на каждый аккорд. То есть... Молодая красивая дрянь, я спёрчу вся твоя жизнь. Тара-пам-пара... Ой, не то, пошло... Та-та-па-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. То есть вы можете тупо делать три удара вниз, но при этом мы эти удары играем неровно, раз, два, три, да, мы первый удар как бы отделяем, получается, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, вот если вы играете тупо ударами. Если делаете заглушкой, то тут как бы заглушка сама дает вам толчок. Как это выглядит, собственно, в куплете? Молодая красивая дрянь, я разрушу всю твою жизнь, я убью твою девушку так, что просто подальше держись. Молодая красивая дрянь, я заставлю тебя танцевать, даже если не хочешь включаться звезды, камон, бесполезно бежать. Да, на строчку камон, бесполезно бежать, можете сделать удар вниз, это даже будет лучше, потому что у нас идет переход на припев, а припев мы играем совершенно другим боем. Что касаемо припева, припев тут вообще супер просто, бой шестерка на один аккорд, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, получается. Не выпрыгивай в окно, если хочешь пострадать, мисс настигнет все равно, и не даст поцеловать, я же мало в кулаке, сердце жалкое твоёль, Может, нет во мне души, но зато есть алкоголь, 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 есть алкоголь. Да, на последнюю есть алкоголь, мы тоже сделаем на дм удар вниз, чтобы было круто, потому что у нас идет второй куплет, в котором мы играем тем же самым боем, как и первый куплет. Также, когда мы сыграли уже с вами второй куплет, припев будет точно так же самым, и играться вариантом бой шестерка вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх. Ну, давай я тебе покажу, чтобы тебе не оставалось вопросов. Молодая красивая дрянь, запивая шампанское страхом, о любви вашей нет, той глупости и бред, я закрашиваю ее черным лаком. Я пыталась когда-то любить, но ты сделал мне больно и жутко, и теперь при тобой вместо девочки той молодая красивая сука. Дальше у нас идет наш любимый припев, погнали и... Не выпрыгивай в окно, если хочешь пострадать, месть настигнет все равно, и не даст поцеловать. Я же мало в кулаке, сердце жалкое твое, может нет во мне души, но зато есть алкоголь. Алкоголь, алкоголь, с алкоголь. Вот весь разбор. Если тебе понравился этот разбор, то поставь свой лайк, напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Напоминаю, что ты можешь мне показать свои укулельные старания, ты можешь выучить любую песню и мелодию с моих разборов, выложить себе в инстаграм в профиль или в сториз, и самое главное, отметь, меня дашь кирпич, чтобы мне пришло оповещение. И тогда ты получишь обратную связь и попадешь ко мне в актуальное, все очень просто. Ну и самое главное, если ты хочешь поддерживать абсолютно все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на бусте. Вот как делают эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Целовать! Блин, я закрашу ее черным лаком. И теперь перед тобой вместо девочки молодая. И теперь перед тобой... И теперь перед тобой вместо девочки молодая, красивая сушка. Ой, простите. Ой, простите.